Илья Зосимов В Челябинск из Москвы Илья переехал пару лет назад. И только сейчас появился повод посетить публичку. Когда ты приходишь пообщаться с печатным словом и выделяешь для этого особое время и особое место свидания, воспринимается все это слегка иначе. То есть когда ты читаешь книгу в телефоне, это немножко другое, чем когда ты читаешь книгу, напечатанную на бумаге. А походы в библиотеку это все равно какое-то маленькое путешествие, еще неизвестно, куда оно тебя приведет в итоге. Роман Владимира Орлова «Альтист Данилов», о котором сегодня пойдет речь, это первая часть фантастической трилогии «Останкинские истории». Действие в реальном мире происходит в Москве в 70-е годы. Я вообще не знаю более московского автора, чем Владимира Орлов. И когда я его читаю, перечитываю, это случается, кстати, достаточно часто, я вот эту вот его привязку к местности всегда очень лично воспринимаю. Потому что там очень точные географические названия, которыми мне знакомы. Мы понимаем, что названия улицы заменены, что нет конкретно этих домов, но всегда понимаешь, о чем именно идет речь. Это вот причастность какая-то, которая делает все это достаточно близким сердцу москвича. И при этом является, вроде бы, необязательным, но очень таким вот личным и приятным. То есть иногда даже мне хочется в районе «Останкино» походить летом, повысматривать вот эти вот дома. Часть из них есть, части из них уже нету. Но все равно вот эта вот чуть-чуть сказочно-фантастическая атмосфера, она присутствует в такие прогулки. Конечно, ты ее сам себе делаешь, но только благодаря именно Орлову, который смог увидеть то, чего, может быть, уже нету. И главное – заметить то, что навсегда, наверное, останется вот в этих местах. Экспертное мнение представляет кандидат филологических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Александр Сергеевич Полушкин. Перед нами жизнь музыканта, который, ну, так сложилось, он существует одновременно в двух реальностях. Он человек и демон, как мы говорим. Вот, и причем это существование, оно параллельное, да, оно вполне обусловлено его, так скажем, техническими возможностями, неким браслетом, который есть у него на руке, и который может переводить в положение демон, переводить в положение человек. Да, но его проблема состоит в том, что две эти сущности в нем настолько тесно слиты, что он уже больше человек, чем демон. Демонического в нем становится все меньше, и это дает повод, так скажем, властям из того мира, да, альтиста Данилова заподозрить в инакомыслии и в конечном счете провести по судебным инстанциям и чуть ли даже не уничтожить совсем. Фантастику, фэнтези я не воспринимал совершенно как литературу. Я вот, допустим, атеист, да, и я не верю в существование домовых, леших привидений, а это все действующие персонажи арманов Орлова. Персонажи настолько живые, реальные и узнаваемые, что как-то их не назови, там, привидения, домовые или сантехник, ты все равно будешь чувствовать, что они живые и что они, ну, совершенно вот мясные такие, телесные. Его часто сравнивают с Булгаковым, но мне кажется, что это чуть глубже и чуть дальше, то есть это скорее Гоголь и Загозкин, вот, из русских писателей. Книга альтист Данилов, она хороша тем, что она и простая, и сложна одновременно, да, то есть с одной стороны у нее очень богатая литературная связанность, насыщенность всевозможными стилевыми реминисценциями с определенной традицией. Традиции, которая в свое время Федором Михайловичем была обозначена Достоевским как фантастический реализм, и традиции, которая восходит в русской литературе к Николаю Васильевичу Гоголю, если говорить не о прозе, скажем, а о поэзии к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, когда одного из героев демона зовут Кармадон, да, с явным намеком на Кавказ, с явной аллюзией на демона, да, Лермонтовского. И традиции, которая на самом деле получила потом дальнейшее развитие, вот, как раз у Михаила Афанасьевича Булгакова. Есть, конечно, и западные параллели. Орлов был большим любителем Гоффмана, да, и Гоффмановская, вот, это начало двоемирное, да, когда в реальности проявляют себя некие магические силы, и вполне органично здесь себя чувствуют в роли каких-нибудь антикваров, аптекарей и так далее. То есть все это, конечно, есть. И в то же время это роман о человеке, который существует в вполне себе реальном пространстве, да, должен вносить взнос, скажем, за кооперативную квартиру, за гараж, должен разбираться с делами своей бывшей жены. И вот этот вот реальный план, он не диссонирует с планом фантастическим, а с планом вот этим вот символическим. Они переплетаются очень тесно, потому что их разделить практически нельзя. На мой взгляд, в Советском Союзе самое ужасное, что было, это вот эта вот двойная система стандартов для внутреннего использования и для общественного. То есть когда люди говорили одно на кухне и совсем другое в других местах, и оставаться честным тогда, наверное, было сложнее, да, потому что это несло какие-то последствия. Арнелов там, наверное, на моей памяти, вот один из первых, кто начал выходить за ромки вот этого вот данного. Человек, который, наверное, не боялся в творчестве говорить чуть больше и смелее, да, вслух о том, о чем принято было, может быть, умалчивать, или о том, что немногие считали нужным высказывать, хотя, наверное, это вот было в каждом. Вообще, если говорить о структуре романа, да, я бы выделил здесь несколько таких пластов. Это, собственно, музыкальный. Второй план – это план более широкий, да, но тоже связанный с искусством, но уже не узко с музыкой, а в принципе с искусством. То есть это роман о художнике. В этом контексте роман ставит вопрос о том, как человеку искусства, да, художнику, то есть мастеру, который, соответственно, воплощает свои творческие какие-то начала в реальности, с этой самой реальностью корреспондировать, как ему в ней жить, да, потому что художнику приходится, извините, ходить за хлебом, платить там ипотеку и так далее. Вот как существовать в этом мире обывателей и обывательщины, соответственно, вот это тот главный вопрос, который поднимается в романе именно на этом уровне, на этом плане. Значит, есть третий план в романе. Это план тоже достаточно легко считываемый, это, конечно, любовный план. Эта любовная история может разворачиваться не только в реальном мире, но и в мире и реальном, потому что среди любовных увлечений Данилова есть демонессы. Так вот, демоническое – это начало, да, связанное с формализацией чувств, с какими-то разрушительными, деструктивными силами в нас, да, вот как с ним быть и как оставаться человеком при этом. То есть вот это тот вопрос, который Данилов задает себе, и автор задает себе Владимир Орлов, и автор задает этот вопрос во всех своих романах. Огромное количество деталей, которые описаны у Орлова, уже не встречаются, но они по большей части, вот, все равно еще часть нашей жизни. И это очень, на мой взгляд, здорово, что они останутся для тех, кто будет после нас, потому что если они захотят узнать о нас побольше, достаточно будет полистать его романы, мне кажется. Здесь речь идет даже, наверное, о прикрымском языке, не просто о хорошем. То есть Орлов пишет чуть-чуть вычурно, чуть-чуть манерно, может быть, даже, но при этом читать его сплошное удовольствие. В одном романе у него было такое определение, о чем-то, не помню, кстати, о чем именно, плавные скользят, да, вот не резко, а очень так вот эволюционно и плавно. Это действительно очень, по-моему, хорошо говорит о его текстах. В нем есть вот эта вот московскость, которую очень сложно объяснить и уловить, и которую я вот, допустим, скорее чувствую, потому что есть какие-то словечки, я не смогу их назвать, я не смогу сказать где-то интонации, которые делают его совершенно родными мне авторами, где-то интонации, которые прямо присущи всей Москве. То есть именно после этой книги Орлов приобрел свой почерк, который будет развиваться дальше. Получается, альтист Данилов был первым. Да, и если по логике начинать чтение, то тогда придется начинать с альтиста Данилова. Но если подготовить себя к остальному, то вкупе с альтистом Даниловым, конечно, надо читать и остальные романы из трилогии «Останкинские истории». Но в целом, если манера Орлова, так скажем, зацепила, то в любом случае человек, прочитавший альтиста Данилова, когда-нибудь захочет прочитать и все остальное. Я бы порекомендовал это молодежи, которым интересуется историей, в первую очередь. Я предлагаю это сделать также тем, кто слегка ностальгерный, допустим, о юности, молодости. Наверное, тем, кто просто хочет русский язык хороший, увидеть, что он не такой вот пыльнокнижный, да, вполне себе литературный. Это такой хороший пример для тех, кто, допустим, собирается сам что-нибудь, может быть, написать. Просто посмотреть, как это красиво выглядит в виде текста. Редактор субтитров А.Семкин